Здравствуйте, в студии Наталья Яцетова. Это программа «Такой день». Как всегда, для вас самые важные новости региона. Вот о чем расскажем сегодня. Мы объезды закончим в настоящей неделе. И уже через неделю с предложениями конкретными к губернатору выходим. В области работают над дополнительными мерами поддержки, которые охватят как можно больше субъектов малого и среднего бизнеса приграничья. Очередная встреча с предпринимателями Грайворонского округа. Наверняка нам пригодятся эти навыки в будущем. Мы сможем где-то использовать их. Получить новый опыт в этой жизни. В Алексеевке и в Старом Осколе открылись летние трудовые лагеря. Какие профессии осваивают ребята? Самый масштабный молодежный творческий форум. В Крыму завершился фестиваль искусства «Таврида Арт». Почему стенд Белгородской области пользовался особой популярностью и как участники встретили постановку в поддержку нашего региона. И это лишь некоторые темы. Подробности далее. В начале о рабочей поездке губернатора. В строителе Вячеслав Гладков проинспектировал ход капитального ремонта третьей школы. Внутри здания уже все готово. Сейчас делают фасад, благоустраивают территорию. Основные работы закончат к первому сентября. Планируется завершить полностью фасад и передняя часть входа в школу. Отмостка вся будет, плитка будет уложена, благоустройство частично выполнено. Стадион, спортивные площадки в полном объеме. Первому октября определен срок, что там будут работы в полном объеме выполнены. А в северном Белгородского района по нацпроекту образования строят школу на полторы тысячи мест. В учебном заведении помимо современных классов будут два спортивных, хореографический и актовый залы, бассейн, столовая, библиотека. Отличительной особенностью станет атриум с широкой лестницей. Отдельное внимание прилегающей территории. Появится стадион с искусственным покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, а также небольшой сад. У нас ландшафтники должны отработать свою историю с точки зрения того, что сажаем, как сажаем, правильный пожирный. Так понимаем, как вовлекаем этот процесс образовательных детей. Но все-таки естественность рощи, мне кажется, очень важна. Добавим, сдать объект планируют в следующем году. Продолжаем. По поручению губернатора в регионе проводят встречи с предпринимателями из приграничья. Как отметил Вячеслав Гладков, существующих мер поддержки недостаточно. Необходимы системные решения, которые охватят как можно больше субъектов малого и среднего бизнеса. Общение проходит в формате открытого диалога с участием представителей профильных министерств области и налоговой службы. Задача – саккумулировать предложения, которые позволят поддержать компании, оказавшиеся в непростой ситуации. Сегодня заседание провели с предпринимателями Грайворонского округа. Среди них как владельцы малого бизнеса, так и руководители аграрных предприятий. Главные вопросы – льготное кредитование, компенсация ущерба, нанесенного в результате обстрелов в СУ, отсрочка по налогам. Смысл от срочки? Если нет возможности оплатить сумму налога, если уже задолженность сформировалась, либо нет на сегодня задолженности, но вы знаете, что к вам придет срок, наступит срок платежа, вы его оплатить не можете, физически не можете. В этом случае есть процедура перенести срок уплаты на более поздние сроки, это отсрочка, либо рассрочка, то есть раздробить эту сумму. По темам, где требуется более детальное рассмотрение, сформировали список обращений. С предпринимателями будут индивидуально искать оптимальное решение проблем, исходя из существующих мер поддержки. Отметим, такие встречи продолжатся и дальше. Встречаемся не последний раз по этой теме. С предложениями буквально мы объезды закончим на следующей неделе и уже через неделю с предложениями конкретными к губернатору выходим, прорабатываем и говорим о чем, еще раз встречаемся, о чем договорились, куда двигаемся. Сегодня в Белгороде провели плановые командно-штабные учения. По легенде, чрезвычайная ситуация на объекте водоканала. Сотрудники вместе с экстренными службами отработали алгоритм действий. Конечно, главная задача быстро покинуть помещение, воспользовавшись средствами индивидуальной защиты. Пострадавшим оказать помощь. На данное учение привлекались работники водоканала, а также экстренные службы города. Это единая дежурно-диспетчерская служба города, это поисково-спасательный отряд, а также медицина катастроф. Все задачи и вопросы, которые были поставлены на данном тактико-специальном учении, выполнены в полном объеме. Напомним, подобные тренировки с отработкой действий при различных чрезвычайных ситуациях регулярно проводят в разных муниципалитетах. К другим темам. В Старом Москоле открылся лагерь «Трудовое лето Белогорье». Студенты колледжа и техникумов, прежде всего из приграничных муниципалитетов, могут совместить приятный отдых с полезным опытом и даже заработать. Две недели подростки будут трудиться на предприятиях округа. Как устроились ребята, их впечатления материали Натальи Житниковской. Студентам Белгородского индустриального колледжа выпала возможность поработать на кондитерской фабрике. Говорят, опыт интересный и даже в какой-то степени уникальный. И это не только здорово, что у нас будет хорошая зарплата, но мы еще получим какие-то рабочие навыки, которые нам, возможно, пригодятся в будущем. И, собственно, коллектив, знакомства, новые друзья тоже очень хорошо. Наверняка нам пригодятся эти навыки в будущем, и мы сможем где-то использовать их. Получить новый опыт в этой жизни. Рабочие места для ребят из трудового лагеря предоставили разные предприятия Старого Оскола – горнометаллургические, строительные, аграрные. График пятидневный, день, семи или восьмичасовой, в зависимости от возраста студентов. Проект инициировал глава региона Вячеслав Гладков. Нет студента, наверное, который не хотел бы немножечко заработать. Нет студента, который не задумывается о том, кем он будет. И нет студента, который не мечтает хорошо отдохнуть. Так вот, наш лагерь создан именно для этого. Мы хотим, чтобы вы нашли работу на белгородской земле. Белгородщине нужны ваши руки. Белгородщине нужны ваши знания, умения и компетенции. Работать дети будут не по специальностям, на которые учатся. Значит, познакомятся с разными профессиями и смогут выбрать для себя лучшее. В свободное время студентам организуют веселый досуг. Я желаю вам только позитивных впечатлений, хороших впечатлений. Может быть, кто-то захочет потом вернуться сюда и строить здесь свою трудовую карьеру. Так что всем себя показать только с лучшей стороны, не лениться. Наталья Житниковская, Дмитрий Жиликов. Такой день на мире Белогорья. Сегодня село Красное отмечают 365-летний юбилей. А муниципалитет – 33-ю годовщину. По традиции в этот день праздник для жителей. И, конечно же, награждение отличившихся. Татьяна Куликова с подробностями. В Центральном парке Красного сельские поселения района организовали тематические фотозоны. Сделать снимок на память мог любой желающий. Это наше Новоголоское сельское поселение Красненского района. И эта наша фотозона посвящена нашему краю в первую очередь. Ну и, конечно же, у нас есть такой бренд – наш мед. Среди инсталляций и цветочных композиций приятно просто погулять и общаться, признаются красненцы. Отлично. Очень нравится. Очень хороший праздник. Все нравится. Замечательно. Большие эмоции, впечатления. Много фотографий сделано. Всех с праздником и вас тоже поздравляем. Всех поздравляем, да. Хороший. Прогуляться, посмотреть. Все-таки День села – это праздник хороший для всех жителей и вообще для всего района праздник. В этот день награждение жителей-передовиков в разных сферах. В их числе – дояр Евгений Бордунов. Конечно, в детстве были коровы, поросят. Ужасная такая живность была. Рад, доволен, конечно. Наверное, каждый бы рад был. Конечно, что завидят, замечают. А Светлана Киселева – руководитель. Уже давно и, главное, успешно возглавляет Новоуколовское сельское поселение. Сегодняшняя награда – подтверждение. 11 лет я возглавляю самую большую территорию Красненского района. Приятно принимать благодарности, приятно, что ценит руководство. Но самое приятное, когда говорят слова благодарности люди, простые люди, жители. Когда помог кому-то. Красненский район сельскохозяйственный. По традиции уже можно подводить промежуточные итоги работы аграриев. Мы сегодня успешно закончили уборку ранних зерновых, неплохие урожаи. Теперь будем готовиться к уборке технической культуры. Я хотел бы поздравить всех жителей с этим прекрасным праздником. Пожелать добра, здоровья, благополучия, изобилия на столах. Сплоченные, активные, трудолюбивые. Красненцы не останавливаются и уже принялись писать историю Нового года родного села и муниципалитета. Татьяна Куликова, Александр Кветко. Такой день на мире Белогория. Далее о культуре. В Москве завершилась школа-фестиваль Леонида Лунстрома «Донбасский экспресс». 11 дней молодые музыканты из Луганской и Донецкой народных республик, Москвы, Московской, Херсонской и Белгородской областей учились у лучших педагогов страны. Наши ребята впервые приняли участие в проекте. В увлекательное путешествие они отправились благодаря поддержке группы компаний «Агробелогорье». Ежедневно посещали концерты, экскурсии по достопримечательностям и, конечно, мастер-классы. В Рахманиновском зале Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского прошло закрытие фестиваля. Участники представили свои лучшие композиции. Об эмоциях юных белгородских музыкантов и развитии проекта в понедельник, 5 августа, в эфире такого дня расскажет моя коллега Маргарита Аксенова, которая сопровождала ребят в столице. А в Белгороде у культурного центра «Октябрь» установили новый арт-объект. Инсталляцию привезли из Крыма с фестиваля «Таврида-арт». На сердце, которое украшало стенд нашей области, более тысячи теплых пожеланий от участников молодежного форума. И сейчас специальный репортаж о фестивале молодого многонационального искусства «Таврида-арт». Мои коллеги вернулись из Крыма и готовы рассказать, чем запомнились три дня масштабного события, которое объединило более 60 тысяч участников со всей России и других стран мира. Конечно, особое внимание к площадке нашей Белгородской области. Слово Кириллу Мусаеву. Привет из солнечного Крыма! Мы на фестивале молодого многонационального искусства «Таврида-арт». В этом году его посвятили культурному многообразию народов России. Концерты, шоу, творческие встречи, театральные постановки и многое другое. Всего более 700 разных событий. На фестивале традиционно работала арт-экспо. Выставка, где представители самых разных регионов страны будут презентовать свои культурные и гастрономические достижения. Площадка Белгородской области, открытая сцена, характерный орнамент. Один из арт-объектов сердца, где каждый может оставить пожелания для белгородцев. Гостей угощали выпечкой, чипсами из мяса и, конечно, яблоками. За дни фестиваля раздали две с половиной тонны. С самого утра к стенду Белгородской области выстраиваются целые очереди. Кто-то стоит даже второй раз, чтобы попробовать нашу продукцию. На выставке наш павильон заслуженно победил в номинации «Самый гостеприимный». Ну а главной особенностью белгородского стенда стали тематические дни. Мы в этом году зашли с новым форматом. У нас каждые три дня фестиваля, у нас каждый день день нового города. Акцент сделали на наших городах, которые сейчас присутствуют в повестке, с соответствующей информацией. И наша задача показать, что несмотря на все сложные условия, наши люди живут, творят. Мы не только самый стойкий регион, но регион, обладающий уникальным культурным ходом на данный момент времени. Поэтому наши города, первый день, стартовый день, это город Белгород. Выставки наших художников, выступления артистов. Лев Харченко, молодой поэт из областной столицы, читал стихотворения, посвященные городу. Сейчас у меня уже есть сборник, я состою в Союзе российских писателей. И вот в этом году у меня еще вторая книга выходит, на этот раз проза. А поэты, это же такой народ, они всегда, когда им плохо, они всегда пишут. А когда такое происходит, ну, не писать невозможно. Вот 30 декабря, когда был самый жесткий обстрел, все наши литературные объединения, если можно так сказать, каждый что-то написал. Второй день на площадке посвятили Шебекина. Остался дом с адвенкой в стеклою, Нескоро я вернусь к нему обратно. Рассказ о событиях, которые приходится переживать шебекинцам, тронул многих. О том, как мы живем, говорили и на встрече с заместителем губернатора, министром по делам молодежи региона Татьяной Киреевой. Тем временем на стенде выступления наших талантливых ребят и интересные мастер-классы. Один из таких по созданию русского кокошника. Вообще это интересно, вообще я очень люблю всенародное, люблю делать со своими руками, и это отличная возможность выделиться из толпы. Третий день под своганом «Грайворон с любовью». У нас наши грайворонские новостроевские яблоки, которые тоже здесь отражены. Конечно же, мы многосольная земля, здесь наш ворон, грайворон. Поэтому вся символика отражена, как я уже говорила ранее, и в мастер-классах, и в различных элементах декора и дизайна. Полевые травы специально с грайворонской земли привезли сюда, в Солнечный Крым, чтобы гости фестиваля могли на мастер-классе сплести вот такие красивые венки. А еще делали фото. Один снимок гостю, другой на стенд, чтобы из маленьких изображений создать портрет Владимира Шухова, знаменитого инженера, уроженца Грайворона. За несколько дней фестиваля каждый, кто посетил Белгородскую площадку, смог прочувствовать наш регион. Я уже здесь второй раз, и как раз-таки я был в 20-м году, и Белгородский стенд был один из лучших, и в этом году тоже тут все очень вкусно. Один из самых таких прикольных стендов, то есть вот даже сейчас мы находимся здесь, проводят танцевальные активности, а я сам я как бы танцор сюда приехал. Это прям вау! Атмосфера Белгородской области такая дружелюбная, такая какая-то теплая, какая-то волшебная. На закрытии фестиваля на главной сцене в знак поддержки и сопричастности постановка «Мой дом», посвященная Белгородской области. Кто-то уехал, а те, кто остался, помогают как могут. Женщины у нас соленья домашние делают, мы к бойцам за леночку на фронт отправляем. История, которую невозможно сыграть. Это наша жизнь. Жизнь прифронтового региона. Главные герои постановки – белгородцы. Артисты – тоже наши земляки. Это моя жизнь, и мне гораздо проще рассказать это зрителям. И очень важно провести тот самый маленький мостик понимания между нами и всей остальной Россией. Специально для спектакля автор-исполнитель и композитор Денис Майданов вместе с творческим коллективом написали песню «Белый город, мы с тобой». Среди тех, кто увидел постановку «Мой дом» – жители приграничья и наши дети, отдыхающие в Крыму. Наш дом в Таволжанке, он на границе, и он разбит. Заново переживаем вот это, что состояние, как сейчас Майдана пел. Это просто, я не знаю. Вот это все проживаем заново. Тронула до глубины души, особенно про 30 декабря и про 12 мая. Потому что я считаю, что для каждого благородца это безумно больная тема. Лично у меня погибла моя учительница 12 мая в подъезде, который был на Щерсе. И мне очень больно смотреть это все, но мою душу греет то, как все дети друг друга обнимают и поддерживают, даря частичку своей любви и тепла друг другу. Я считаю, что наша сила заключается именно в том, что благородцы и вообще в принципе каждый человек, родившийся в России, может поддержать друг друга в любую, даже самую трудную минуту. И пока в каждом из нас остается частичка тепла и доброты, мы будем едины, мы будем сильны. Самое масштабное культурно-просветительское событие России посвященное молодому искусству фестиваль Таврида Арт проходил три дня. Его участниками стали более 60 тысяч человек из всех регионов России, а также 35 стран мира. И большинство из них теперь точно знают, какая она, Белгородская область, сегодня. Кирилл Мусаев, Денис Копач, Вадим Кулинич, Кирилл Афанасьев, Павел Исаев. Такой день на мире Белогоря. И еще о постановке «Мой дом». Спектакль показали на главной площадке фестиваля в поддержку одного региона. Пожалуй, для Таврида случай уникальный. Актеры – жители Белгородской области. Со сцены они рассказали, как изменилась наша жизнь на прифронтовой территории. И многие зрители наверняка осознали это впервые. Ну а мы продолжаем знакомить вас с участниками постановки. На этот раз история студента Андрея Аболянского, который исполнил роль бойца добровольной территориальной самообороны. Мы поженились год назад. Через пару недель после свадьбы я записался в терроборону. Мы отлично сработались, потому что мы уже знакомы около двух лет. Это моя очень близкая подруга. Мы занимаемся в одном коллективе в нашем университете. Так что труда нам не составила сыграть пару. ТРГ в очередной раз прорывается через границу. Пообещал, что Новый год будем праздновать дома. Всей семьей. Эту дату я ждала с особым трепетом. Вдруг звон сирен, заглушивший предновогодние передачи по телевизору. У меня, к сожалению, еще второй половинки нет. Я сейчас нахожусь в общежитии. И 30 декабря, перед Новым годом, всех студентов из своих комнат отправили в подвальное помещение. Было, конечно, страшно, но мы понимали, что мы в безопасности. Но у меня есть очень близкий друг, который в это время и вообще живет в Шебекиным. Я очень за него переживал. Дозвониться, к сожалению, не мог. И, наверное, эта ситуация мне помогла отыграть ту самую роль. Первые секунды после сирен город замирает. Казалось, что если остановлюсь хоть на секунду, то и меня разорвет на куски. Вот откроется дверь, и он войдет. Живой. Когда началась лестница Майданова, у меня все, у меня мандраж, у меня трясутся руки, колени, дрожь в коленях. Очень было страшно, но вот постепенно я понимал, что даже если я забуду слова, я могу просто сказать от себя. Потому что я прочувствовал полностью эту историю. Хотелось, чтобы каждый зритель понял не только в голове, но и в сердце, что чувствуют белгородцы каждый день. Белый город мы с собой, стой, стой, каждым сердцем всей страной, стой, стой. Мне кажется, большинство прочувствовали всю нашу боль. Мы действительно живем от сирен до сирен. И хочется, чтобы Белгород и Белгородская область больше не боялась просто выходить на улицу, просто наслаждаться этим прекрасным миром. Просто хочется жить и творить. И хочется мирного неба нам всем над головой. И к этому часу все. В студии работала Наталья Титова. Оставайтесь с Первым областным, чтобы быть в курсе событий региона. Еще больше новостей в телеграм-канале «Мира Белогория». Подписывайтесь и узнавайте о самом важном. В этой студии увидимся уже в следующих выпусках такого дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok